Книга «Открытым оком», 17-й том, вопрос 3103, разбор выступлений. Похоже, что большинство вопросов уже отвечено вами. В последних книгах вопросов все меньше, а больше проповеди, чьи вопросы приходилось разбирать, как бы проверять, правильно ли они рассмотрены, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если бы мне пришлось вести занятия в ином государстве, то вопросы пошли бы совсем иные. А так, в основном, отвечены все, а это более 3100 вопросов. Кроме ответов на заданные лично мне вопросы, мне пришлось вникнуть в вопросы и ответы многих духовных лиц и на пятерых завести досье, как на обманщиках, льстецов и лицемеров, отвечающих прямо вопреки Святой и Вечной Библии. Архимандрит Амбросий Юрасов. Открытым оком том 4, страницы 212 по 368. Вопросы 1340 по 1401. Итого 61. Протоиерей Максим Козлов. Том 6, страницы 326 по 632. Вопросы 1666 по 1800. Итого 134. Митрополит Кирилл. Том 11, страница 209-286. Вопросы 2482 по 2545. Итого 63. Патриарх Алексий II. Том 11, страница 287 по 356. Вопросы 2546 по 2601. Итого 55. Митрополит Андриан. Том 12, страница 79 по 200. Вопросы 2640 по 2707. Итого 67 вопросов. Итого рассмотрено во свете Библии у пяти духовных лиц 380 вопросов, занявших 729 страниц. То есть целый том. В 16 томах открытым оком все вопросы, все вообще вопросы и ответы заняли 6014 страниц. То есть полностью 8 книг. Всего же в 16 томах 11840 страниц. На занятия, на проповеди в этих книгах 5826 страниц. От нечего делать такую груду, перелопатить, не каждый решится. Общий же вывод тот, что самая церковная верхушка Библии не знают. Страха Божия не имеют и пытаются быть вождями народа. Не ведая, где истина конечная. Долго пытался найти ответы на вопросы у Папы Римского. Но ни в интернете, ни в личном общении с католиками не смогли таковых найти. Могу показать, что ответы даны не по человеческой мудрости. Мое рассмотрение ответов знатных показывает, что они не любят людей, бесчувственных страданиям слепых душ. Осии 4, 12. Народ мой вопрошает свое дерево, и жезл его дает ему ответ, и в аду в блуда ввел их в заблуждение. Не блудодействуя, они отступили от Бога своего. Исайя 41, 28. И так я смотрел, и не было никого, и между ними не нашлось советника, чтобы я мог спросить их. И они дали ответ. 1 Коринфянам 1, 17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Притча 8, 5. Научитесь неразумные благоразумию и глупые разуму. Востребованным быть не так-то просто, по плоти, по душе и по талантам. Ты нужен постоянно кто-то просит, нуждающимся ты везде заплата. Раскрутку свернутого в спячку эгоизма, с младенчества до самой гробовой доски, чтоб себя любие прижизненно унизить. В прорыв дар милосердия ввести, в уменье жертвовать пристойно отличиться, заявку сделать на больных и сирых, расслышать, кто с нуждой к тебе стучится. И ты готов не от избытка жира. Таланты, знания и строгого совета под безразличностью отнюдь не заржавели. Свои болячки не наложат вета, не пожалеют те, кто постучатся в двери. Представить тяжело подобие смерти, где ты не числишься и у врагов в реестре. Не пережить подобную потерю, когда нас вычеркнут, напротив вставя крестик. Не может быть, чтобы не нужен был, я не ржавеющий, как остов на приколе. Не допущу, чтоб жар в крови остыл, и лютого врага не встретил хлебом солью. Мои следы тревожат путь во тьме, пусть во тьме. Свет прорезает заблуждение мглу. Я так привык, что тянутся ко мне. Знать, не в тенетах просидел в углу. У каждого ячейка ниша есть, обжитое и даже нам по вкусу. Знак милосердия на входе виден крест, принадлежащий лично Иисусу. Авторитет, каталог из талантов, вывешиваю ежедневно рано. Латаю и сшиваю забесплатно. Веду к воскресшему. Он исцеляет раны. 20 апреля 2006 года Это Игнатий Лапкин.